Два типа женщин, которые никогда не будут счастливыми. Счастье штука достаточно хорошая, желанная, все хотят добиться того самого счастья, достичь его, не у всех получается. Возникает вопрос, почему? Сейчас, конечно же, разговор пойдет о женщинах, которые хотят стать счастливыми, но у них этого не получается сделать. Мне кажется, что среди моих подписчиц и среди тех, кто сейчас смотрит это видео, наверняка есть хотя бы один тип женщин, о которых в этом видео пойдет речь. Обязательно досмотрите его до конца, потому что если вы себя узнаете и продолжите действовать так, как действуете сейчас, ничем хорошим это не закончится. Счастье останется для вас недостижимой целью. Так вот, дорогие мои, с чего я хочу начать. Есть такая категория женщин, которые постоянно живут страхами прошлого. Вот что-то произошло когда-то в отношениях с мужчиной, например. Он ее изменил, побил, нашел себе другую. Не заботился. В общем, отношения развалились. И женщина накапливает, аккумулирует вот эти страхи, неуверенность в себе, формирует негативные установки, убеждения, формирует стратегии мышления. И вместо того, чтобы быть в моменте здесь и сейчас, она, оглядываясь назад, пытается построить свое настоящее. Естественно, в настоящее время ничего не замечает. И вот она встречает мужчину, с которым, в принципе, можно построить отношения, договориться. Но вместо того, чтобы это сделать, она, оглядываясь назад на свой прошлый опыт, начинает приносить в эти отношения свои страхи, сомнения и установки. Я вам приведу очень простой пример. Приходит ко мне женщина и говорит, Марк, я познакомилась с хорошим мужчиной. Цветы дарит на свидание, вводит, интересуется, как я себя чувствую. В постель с первого раза меня не потащил. Намекает, конечно, мягко, но очень культурно. Говорит, давай, когда будешь готова, я буду ждать, сколько нужно. Но я как-то не могу ему довериться. Мне очень сложно. Мне хочется понять на 100% тот ли это мужчина, которого я себе искал и хотел. Задаю вопрос, а почему у вас такие сомнения? И она начинает рассказывать о своей прошлой жизни. Что когда-то у нее был парень, который ей изменил с ее подругой. А когда-то у нее был парень, который вместо того, чтобы купить ей подарок на день рождения, взял эти деньги и улетел с друзьями в Египет. Хорошо, что его там акула не сожрала. Но она бы сказала, лучше бы его сожрала от обиды. Сейчас же вот это плавает там. Кстати, слышали прикол, что русскоговорящие мужики увидели уже в Мармарисе, в Турции, акулу, и швабры ее отбили прямо в воде, и она уплыла оттуда. Это на самом деле не шутка, мне даже видео сбрасывали. Я, конечно, был в шоке. Но там не похоже было на швабру, больше было похоже на какие-то грабли. У меня один вопрос возникает, как они возле буйков оказались с этими граблями, с этой шваброй. Эта акула плавает, значит, там плавник торчит, и они ее сверху лупят по горбу вчетвером. И она, значит, смоталась куда-то, уплыла. Ну, в общем, ладно, это было такое отвлечение небольшое. Надеюсь, все живы и здоровы. Так вот, эта барышня, значит, рассказывает мне, что вот он взял деньги и улетел после незначительного конфликта в Египет со своими друзьями. Там эти деньги прогулял. Естественно, у меня возникли еще вопросы, потому что ты находишься сейчас уже на пороге новых отношений. Причем тут твой прошлый опыт. Если он тебя до сих пор беспокоит, ты, в принципе, не должна идти в новые отношения. Ты не должна идти и портить жизнь другому человеку, потому что его планы на жизнь, на будущее, на настоящее с тобой могут быть абсолютно искренними. Он хочет создать с тобой, возможно, семью. Может быть, он хочет довести эти отношения до рождения детей. И видит тебя своей спутницей жизни. И вместо того, чтобы разглядеть в нем все самое лучшее, ты начинаешь запускать этот паттерн фильтрации, убираешь все самое хорошее в сторону и фокусируешь свое внимание исключительно на каком-то дерьме, который, в принципе, еще не является доказательной базой. Он еще ничего плохого не сделал. И, к большому сожалению, таких женщин очень много. И смотрите вы сейчас это видео. И наверняка у вас тоже сейчас есть отношения. И в этих отношениях ваш мужик, как, я не знаю, кто отдувается за ошибки ваших прошлых мужиков. Поэтому, если вы продолжите подобным образом взаимодействовать, вы, не буду выражаться матом, прошляпите свое счастье. Мужик от вас свалит, потому что мужчины, мы же не только немножко на обезьян похожи, но еще и умные иногда. И если этот мужчина умный, он почувствует, что женщина, которая находится рядом с ним, не ценит ни его отношения, ни его действий, ни его поступков, ни его чувств, ни его эмоций. То есть, получается, он отдает все это просто в пустоту. А пустота эта основана на том, что где-то, когда-то вы там пострадали. Это то же самое, что хозяйка на кухне пытается испечь пирог. И вот она достала этот рецептурник свой, смотрит в него, и потом закрывает, идет плакать в комнату и говорит, нет, не буду петь шарлотку, у меня аж в прошлом году она сгорела. Ну, ничего страшного, новый рецепт придумай, там подправь что-то, будь более внимательный. Но так же и здесь. Поэтому мы успокоились, расслабились и действуем. А по какой причине может возникать такой страх идти в близкие отношения? Еще раз повторюсь. Установки, убеждения, низкая самооценка, которая подорвалась в результате прошлых отношений, стратегии деструктивные, страх близких отношений, избегающей тепличности, контрзависимость, все что угодно. Поэтому, если вы хотите, узнаете себя здесь, хотите в этом разобраться, я вам настоятельно рекомендую нажать на ссылочку под этим видео сразу после просмотра этого ролика и зарегистрироваться на мой бесплатный онлайн-курс. Я там подробнейшим образом рассказываю и про самооценку, и про избегающие тепличности, и про то, как изменить свое мышление в настоящих отношениях, для того, чтобы не притянуть к себе разлуку, расставание с человеком, с которым, в принципе, можно построить счастливый союз. Поэтому будьте внимательны, слушайте дальше, а ссылочку обязательно кликните и перейдите по ней. Следующий тип женщин, которые никогда не будут счастливыми, это женщины, которые боятся будущего. Вот она вошла в отношения с мужчиной, они не успели еще там познакомиться, какое-то время встречаются, ходят на свидание, а она уже думает, какие ботинки купить Григорию, а почему Григорию, ну, может, назовем сына Гриша, в школу ему, а на каком этаже мы будем жить, а ты как считаешь, нашему сыну нужно двухъярусную кровать купить, вдруг у него еще и сестренка появится, чтобы в квартире какие-то места вдруг немного будет, может, молодая семья, пойдем по программе ипотечного аккредитования для молодых семей. Он, блин, в шоке, он еще понять не может, кто ты, может, ты храпишь, может, у тебя недержание, ты пукаешь во сне, может, ты истеричка какая-то, может, ты абьюзер баба, а ты уже начинаешь рассуждать о будущем и не додаешь мужчине своему чувству и тепла. И таких мужчин тоже очень много, которые ко мне, мужчины, обращаются. Вот встречаюсь с девушкой. Я еще, говорит, сам для себя не понял и не осознал, кто мы друг для друга. То есть меня к ней тянет, безусловно. У меня с ней шикарный секс. Она говорит, что у нее со мной тоже. Мне с ней приятно проводить время. Я к ней тянусь не для того, чтобы просто потрахаться, а для того, чтобы погулять, провести время вместе, съездить на отдых куда-то. То есть она мне интересна как личность. Но с ее стороны я чувствую некое давление, чтобы я и выложил чуть ли не бизнес-план на нашу жизнь. Там в таком-то месяце мы идем туда, в таком-то месяце идем туда. Там у нас будет квартира, там будет машина. Безусловно, это важно женщине понимать, кто она для мужчины. Но все зависит от того, в какие сроки. И если вы зашли в отношения в состоянии страха и одиночества, вы, естественно, будете торопить мужчину, прояснить ситуацию, кто вы для него. Да, есть какие-то определенные сроки, на которые также нужно обращать внимание. Если вы в отношениях 9 месяцев плюс, там либо год плюс, здесь вполне уместно даже прямым текстом говорить, что любимый, что нас ждет там в будущем, давай будем определяться уже, куда мы двигаемся. Если вы там встречаетесь месяц, два, три, четыре, полгода, и пошли вы идти в отношения добровольно, ну как бы давайте расслабляться. Мужчина не в курсе, что вы торопитесь замуж. Он даже предположить не может, что вы пошли с ним в отношения для того, чтобы как можно быстрее стать его женой. Это неправильный подход, неэффективный подход. Еще раз повторюсь, почему себя так женщины ведут? Одни, как я говорил ранее, живут в прошлом, вот не могу доверять мужчине, не могу его любить, не могу пойти в отношения, потому что было в прошлом плохо. Это уже беспокоится. Так, мне 35, детей нет, мужика нет, нужно срочно мужика искать, который мне скажет, Галя, выходи за меня на четвертом свидании. А как искать мужика правильно? В смысле как? Ну, конечно, не с металлоискателями его, конечно, железного человека. Ну, здесь вопрос в другом. Это чувствуется на подкорке мужчиной воспринимается. Ну, ты же чувствуешь, когда ты с женщиной общаешься, и она тебе чего-то хочет. Вот она прям тебе продавливает. Вот ты сидишь, этот цезарь с креветками ешь, а она тебе, ты знаешь, мне кажется, домашний цезарь все-таки вкуснее, особенно приготовленный руками любимой жены, да? Все-таки ресторанная еда, она не такая. А у тебя же это шелуха, блин, этой креветки уже в гланды впивается, ты думаешь, как бы его сожрать быстрее и переключить тему. А она обижается, что ты увиливаешь. А почему? Потому что она в этих отношениях не из состояния потока женственности, а из страха за свое будущее. То есть, она пришла в отношения с тобой, потому что она боится, что с ней будет. Ей мама смс-ки пишет, ну, что там, как у вас обстановка? Давайте уже проясняйте. Подруги там кудахчут сбоку. Слушай, ну, мне кажется, уже пора задавать такие вопросы. Девушки, ставьте лайк, если в вашей жизни были ситуации, когда на вас давили ваши подруги, родственники, мама, папа, сестра, например, давай быстрее, уже пора. Говори с ним о свадьбе. Не давай ему, если он не будет на тебе жениться. Будет очень интересно. Так вот, удивительный факт. Это нужно осознать каждой женщине. Если вы боитесь за свое будущее, наедине с собой, вы перекладываете ответственность на мужчину, которого вы встречаете, за свое будущее. Представляете себе? То есть, я не вижу себя в своем будущем, оно вызывает у меня тревогу, и вы благодаря другому человеку должны, получается, успокоиться, но он же не успокоительная таблетка. Он тоже человек, ему тоже хочется в отношениях немножко адаптироваться, понять, подходите вы ему или нет, подходит он вам или не подходит, а не цепляться за мужика и держаться за него из последних сил. И здесь вполне актуальны мои видео, которые вы можете полистать на моем YouTube-канале и найти видео про секс, быстрый с мужчиной. Все зависит от того, как вы заходите в отношения. Еще раз повторюсь, это две абсолютно разные женщины. Я вам даже приведу пример. Вот у меня бывали такие моменты в работе, когда, я не знаю, почему так получалось, я притягивал в свое поле людей с схожими проблемами на протяжении целой недели. Вот идут одни жены абьюзеров, либо потом раз, пошел косяк любовниц, пошел косяк, которые с маменькиными сыночками живут. И вот приходит женщина и говорит, Марк познакомилась с мужчиной, мы встречаемся три месяца, а мне уже 38, у меня детей нет, а я пошла к гинекологу, гинеколог мне говорит, тебе пора рожать, у тебя уже матка биологическая, как у бабки старая, трухлявая, и надо что-то делать, как бы уже там ребенок не удержится в ней, и еще потянешь год-два, и все, можешь забыть вообще про деторождение. Она накрученная, выходит из кабинета, и представляете себе, состояние женщины, да, там еще, видимо, гинеколог такая попалась, не совсем адекватная, ну как, можно женщине сказать, что у меня матка трухлявая. Она выходит вся взбудораженная, звонит своему мужику, значит так, мне это все надоело, три месяца люди встречаются, три или четыре там, мне это все надоело, мы с тобой только трахаемся, мы как подростки, а мне уже 38, мне уже рожать надо, да мне вообще сказали, что у меня матка трухлявая, я не собираюсь больше ждать. Как вы думаете, чем закончилось их общение? Они больше ни разу не увиделись, и не созвонились. Позвонить мужику и сказать, вот эту ерунду всю, что у тебя трухлявая матка, что тебя там напугали, то есть объяснить ему, что он является причиной того, что тебе плохо. Он от нее сбежал. Почему? Потому что она боится собственного будущего. И приходит другая женщина, приходит и говорит мне, Марк, причем она у меня была в терапии долгосрочной, проходила разные программы, потом возвращалась теперь в терапию, она приходит с другим вопросом, и говорит, я познакомилась с мужчиной, мы встречаемся в 8 месяцев, он меня зовет замуж, и говорит, будь моей женой. А я как бы люблю его, мне с ним хорошо, но у меня есть страх, что в будущем он, что сделает? Поменяется и станет другим. Внимание. Разница в чем? Вообще ни в чем. Всех женщин объединяет только одно. Одна категория боится будущего, и торопит мужика, типа, давай быстрее, мне одиноко, мне надо замуж выйти, родить детей. Другая категория женщин встречают нормальных мужчин и тоже боятся будущего, думая, что они поменяются. Остановитесь. Будущее формируется за счет вашего поведения в настоящем времени. То, как вы себя позиционируете, ведете, как выстраиваете контакты, отношения, вы не можете предугадать, как будет. Посмотрите в любую, зайдите в любую букмекерскую контору, там, где делают ставки. Никто никогда вам не даст 100% гарантии. Отношения – это всегда риск. Вы должны это понимать. Это как бизнес, это как любое сотрудничество, это как дружба. Отношения – это риск. Там нет 100% гарантий. Вы сегодня стоите друг перед другом на коленях, насарапываете на ягодицах, блин, имя Гриша и Галя, а потом на следующий день, блин, исправляете его на какую-нибудь карикатуру либо рисунок. Почему? Потому что пока вам на жопе нацарапывали имя, блин, вы вдалеке увидели более симпатичного мужика, и вам показалось, что вы знакомы тысячу лет. И ваши взгляды на жизнь поменялись. И это тоже норма. У меня тоже была семья в терапии, которые прожили 12 лет в идеальнейших отношениях. Ни скандалов, ни ссор, все здорово, романтика, любовь, страстный секс. Мужчина улетает в командировку, знакомится с женщиной. Пока он в командировке, блин, жена встречает соседа. И это не шутка. Возвращаются, он хмурное на хмурное. И ходят, ходят, каждый в себе, держи, держи, там втайне общаются, переписываются. Встречаются. Потом в какой-то момент понимают, что это уже ни в какие ворота не лезет. В секс неинтересен, ложиться в постель друг другу не хотят, разговоров никаких нет. Сели, признались друг другу и разбежались. И такое может быть, но никто не застрахован. Вот сегодня вы счастливая женщина, либо ваш муж счастлив с вами, завтра он найдет другую. Или вы найдете другого. Может такое быть? Может. А может такого и не быть. Поэтому расслабляем свои бубенцы. Переходим по ссылочке под этим видео. Мы регистрируемся на мою бесплатную программу и понимаем, как сместить фокус внимания, а это же паттерны вас негативного мышления толкают, как сместить фокус внимания с позиции страха повторения прошлого и страха за свое будущее в отношениях с мужчиной и вне отношений с мужчиной. Это все необходимо свести к настоящему времени, здесь и сейчас. Не получается самостоятельно, я вам расскажу, как это делать на своей бесплатной программе. Будьте счастливы и не живите в прошлом и тем более будущем. Жизнь в настоящем времени самый кайфовый момент, который вы можете прожить. Субтитры создавал DimaTorzok